Очень хорошее обетование, благая весть, что Бог откроет глаза слепых и выведет узников из темницы, что Он сотворит новое. Он говорит, что это очень-очень важно в 8 стихе. И не дам славы Моей и нормы, хвалы Моей и стуканам. То есть, когда Бог делает что-то великое, Он не хочет, чтобы мы славу приписывали себе и причисляли себе это. И нас об этом надо предупредить. Потому что, если мы приписываем славу, и мы рады, что Он делает в нас, то Он будет отбирать эти вещи. И если мы приписываем себе славу, тогда Он все эти вещи снова заберет. Он не позволит, чтобы мы получали эту славу себе. Тринадцатый стих. Господь выйдет, как Исполин, как муж брани, возбудит ревность. То есть, Мессия не просто такой мягкий, мягенький такой мужчина, человек, но Он воин. И именно Он ведет нас в битву. И Он одолеет Своих врагов. Это не просто наши враги. Это враги Его. И Он говорит в 14 стихе, Он говорит, Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Возможно, вы ожидали очень долгое время. Возможно, это болезненное время, как и при родах. Но Бог даст Своё новое. И так же, как и женщина при родах с болями рожает ребенка. И когда Бог это сделает, Он опустошит горы, холмы, всю траву их и сушит. Он говорит, Я сделаю реки островами и осушит озора. Я приведу слепых в дорогу, которые они знали, и неизвестными путями будет вести их. Мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми. Что сделает Бог? Бог переменит все направление природы. Бог дастся новые способы делания чего-то. Как Он сказал ранее, все, что было трудным, тяжелым, это Он сделает простым и легким. Как Татьяна мне напоминала, что мой бы наш найдется, и мне надо быть терпеливым. И затем идет описание тех людей, которые надеются на идолов. В 17 стихе они обратятся вспять и великим стыдом покроются. надеющиеся на идолов, говорящие из туканан, вы наши Боги. В любом случае, Он сейчас говорит, кто так слеп, как раб мой? И Он говорит в 20-й, что он видит много вещей, которые вы не осуществите, открывая глаза, но не слышите. В 20-м стихе ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Как те люди, которые видят физическое, но не видят духовное. Бог даст нам новое видение, Он даст нам духовное видение. И только когда у нас духовное видение, мы сможем получать откровение от Бога. И только когда у нас духовное видение, мы сможем получать откровение от Бога. И поэтому он говорит, что он говорит, что он видит много вещей, но не осуществляет, открывая глаза, но не слышит. В 20-м стихе. Многое видел, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Важно он говорит в 22-м стихе. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычей, и нет избавителя. Ограбленный никто не говорит, отдай назад. То есть Божьим людям солгали, их разграбили, и они попали в ловушку. Вы слепые, вы не видите, вы не понимаете. Вы, конечно, попадете в ловушку. Но важный вопрос, который задается, в 23-м стихе. Кто из вас преклонил к этому уху? Кто услышал и кто услышал? Кто-то вообще-то переживает об этом? И себя нужно спрашивать так же. Переживая ли мы о тех, кто может быть слеп? Молимся ли мы о восстановлении тех, кто был разграблен? И в 24-м стихе. Кто предал Якова на разорение Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали Закона Его. И Он излил на них ярост гнева Своего. То есть Бог пытался нас предупреждать, и они были слепы и непослушны. Мы о Нем даже не думали, и Его путями не ходили. Поэтому Он позволил нам идти в плен. И он излил на них ярост гнев, и он излил на них ярост гнева Своего, и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, и они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Как часто бывает с нами, мы проходим трудности, и чувствуем, что будто Бог нас наказывает. И мы не понимаем, почему. Реальность в том, что мы истину не принимаем к сердцу. Как Исаия постоянно повторяет нам, мы спрашиваем, но истину не хотим познать. Причина, по которой Бог постоянно повторяет, 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 и люди не слышат из-за того, что их сердце ожесточено. Поэтому сейчас терпеливый Господь больше раскрывает Свой план искупления. Смотрите, в 43 глава. Снова Бог говорит об Иакове. И он говорит, «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, я искупил тебя, и назвал тебя по имени Твоему, Ты Мой». Будешь ли переходить через воду, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожешься. В other words, no matter what difficulty, no matter what trial you go through, God will be there. Независимо от трудностей, независимо от испытаний, Бог будет с тобой. И мне нравится, как он говорит, «Я призвал тебя по имени». И Бог хочет, чтобы мы тоже знали, что Он лично каждого из нас призывает по имени. Как сказано в третьем стихе, «Ибо Я Господь, Бог Твой». «Ибо Я Господь, Бог Твой». «Спаситель Израилев, Спаситель Твой». И напоминает, что Выкуп за нас дал Египет, Ефиопию и Савею. Как мы читали о судах над Египтом, над Ефиопией и над другими народами, Бог ставит эти народы на место. И Он говорит, что мы драгоценны в Его глазах, 4 стих, Он будет почтен. И Он говорит, что «Отдам других людей за Тебя и народы, за душу Твою». То есть, Он обменял других в битве на нас. И в восьмом стихе, Он говорит, «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза». «И глухой народ». «Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена». «Кто между ними предсказал это, пусть возвестят, что было от начала». Бог бросает вызов всем этим поклонникам лжеидолов и всех, всем лже-пророкам. Всех их, чтобы они соревновались с его способностями. Он призывает их, предскажите будущее. Потому что даже те, которые занимаются колдовством, не могут сказать будущего. Они могут пытаться предсказывать, но они не могут. И нет другого Спасителя. Как Он говорит в 12 стихе. «Я предрек и спас, и возвестил». «А иного нет у вас, и вы свидетели Мои». Когда мы поклоняемся Богу, служим Ему, то среди нас нету лже-богов. Поэтому мы станем свидетелями того дела, которое Он сотворит. Поэтому Он говорит в 13 стихе. «От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки Моей». То есть Бог существует сам по себе. Он может существовать как бы сам, независимо от кого. Так же Бог не живет во времени, в пространстве, как мы. И Он говорит о будущем, так как бы это уже произошло. И поэтому так же Он выносит Свои суды над Вавилоном. «Ради вас Я послал Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями». 14 стих. «Халдеи, персы, которые свергли Вавилон». И даже более могущественным способом придет Мессия. И поэтому Он говорит здесь, в 16 стихе, «То говорит Господь, открывший в море дорогу в сильных водах стезю». «Кто берет колесницы и коней, войско и силу?» Никакие колесницы, никакие силы невозможно будет сравнить с Богом. И поэтому, в 18 стихе, Бог говорит, «Но вы не вспоминаете прежнего». Потому что Он делает новое. «Новое, то, что Он говорит, «Разве этого не увидите? Не узнаете?» И когда Он сделает что-то новое, «Узнаете ли вы это? Увидите ли вы это?» Мы знаем, что Раббины не смогли узнать Мессию, когда Он пришел. Он сотворил все такое новое, что они этого не видели. Потому что Мессия не был похож на царя. Но Мессия did spring forth. Мессия did spring forth, и Он пришел. Но Мессия как бы появился, возрос, пришел. В 20 стихе. «Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы». Или, другими словами, даже язычники признают. Язычники даже признают, что только Бог может творить великое. Потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой. И Божий народ получит благословение. Но теперь Он напоминает нам, что есть несколько вещей, моментов, очень неправильных в нашей жизни. И настолько великое, насколько это будет сделано Богом. Он напомнит, что мы ничего не сделали для того, чтобы как-то заработать Его искупление. Как в 22 стихе говорится. «А ты, Яков, не взывал ко Мне, ты, Израиль, не трудился для Меня». Это означает, что ты не взывал ко Мне, и ты утомился. Он говорит, что ты не приносил Мне агнцев Твоих во всесожжение, и жертвами Твоими нищил Меня. Я не заставлял Тебя служить мне хлебным приношением, и не отягощал Тебя фемианом. В любом случае, Он говорит, что все эти же приношения просто ритуалы, это механические какие-то действия. Это не от сердца, поэтому никакого результата не приносит. И даже когда они были в пустыне, Бог этого не требовал от них. Он не отягощал их тем, чего они не могут делать. Но все же они продолжали отягощать Его своими грехами. Вот что там в стихе. Ты грехами Твоими затруднял Меня, беззаконними Твоими отягощал. Я, я сам, изглазжи живое преступление Твое, и ради себя самого, и грехов Твоих не помяну. Видите, это не из-за какой-то нашей хорошей стороны, но из-за того, что Он плох, Он хороший. И поэтому приходит время нашего дня в суде. И Он приглашает нас к диспутам. So, He says, put me in remembrance, let us contend together, state your case, that you may be acquitted. Verse 26. In other words, let's engage in conversation, discuss the issues. And He says, let's see if you can come to an understanding, so that you can know the truth. In verse 27, He brings Him back to the root of man's sin. He says, your first father's sin. Who is the first father? Adam. He says, and your mediators have transgressed against Me. In other words, all your former leaders, all the priests, but their prayers, their worship was of no effect. So, it says in verse 28, I'll profane the princes of the sanctuary, and I'll give Jacob to the curse, and Israel to reproach. In other words, because their hearts really didn't understand, and they didn't come to repentance and change, He had to execute judgment. But we see now that the tide of redemption draws near. Let's look at chapter 44. God keeps stirring up the wave and reminding us of our ways and how we missed Him. And He begins to prepare us for His redemption, which keeps coming closer and closer. к своему искуплению, которое вот-вот уже придет. So, He says in chapter 44, Hear me now, O Jacob, my servant, and Israel, whom I have chosen. Thus says the Lord, who made you and formed you from the womb, who will help you. Fear not, O Jacob, my servant, and you, Jeshurun, whom I have chosen. What does He mean by Jacob and Jeshurun? Jeshurun? And you, Jeshurun, whom I have chosen. What is it in Russian? Israel. Israel? God is using terms of endearment, just like a father talks to his children. Бог использует слова взаимоотношения любви, как отец и дети. He says, I will pour water on him who is thirsty and floods on the dry ground. Дальше я залю воду на жаждущие потоки на иссохшие. In other words, God's rescue missions are coming. То есть, миссия освобождения Бога приходит, скоро будет. God's relief is coming. И Божья помощь скоро придет. То есть, скоро придет пожарники потушить пожар. Вот они с водой приезжают. Третий стих. И залью воду на жаждущие потоки на иссохшие. Залью Дух мой на племя Твое. А, но это не пожарники, это Дух Святой. И Дух Святой тот, который благословит наших потомков. И что посредством Духа Святого мы будем расти между травою. И за тем, что сказано в пятом стихе. Один скажет, я Господин. Другой назовется именем Якова. А иной напишет рукой своей, я Господин. То есть, каждый из нас приходит к спасению индивидуальным способом. Бог к каждому из нас приходит индивидуально. И Он хочет, чтобы реальность Его стала реальностью личной для нас. То есть, когда в пятом стихе он говорит, один назовет себя Я Господин, другой Я Яковлев. В шестом стихе Я первый, Я последний. Кроме меня нет Бога. Он не только Альфа и Омега. Он Бог истории. Все то, о чем мы читали в истории, знаем из истории. Он только один странный Бог, который сотворил это все. Он творец, архитектор. Он, кто насаждает растения для нас. Извините, Он планирует, Он делает наши планы. И в седьмом стихе Я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Поэтому Он говорит, не бойтесь и не страшитесь. Так же, как и отец говорит своим детям. Он говорит, я тебе говорил, я от тебя же говорил, поэтому не бойся. Он говорит, ты Мой свидетель, вы Мои свидетели. И что нет другого Бога, нет другого камня. И в девятом стихе Он бросает вызов этим идолам. И он говорит, что те, кто сделают имя для всех них, не полезны, и их прожившие вещи не будут проповедовать, и они будут быть их собственными свидетелями. И они не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. То есть, эти идолы сами будут их свидетелями. И они будут быть встыдятся и будут посрамлены. И даже сильные люди, это просто обычные люди. И он бросает вызов человекам и их инициативе. Он бросает вызов всем планам человеческим. И он бросает вызов работникам, так же, как кузнецу здесь, в двенадцатом стихе. И даже если кузнец делает из железа топор, работает на угольнях, молотами обделывает его, трудится над ним сильной рукой. До того, что он становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Все попытки человека, они потеряют поражение. И независимо от того, насколько мы все хорошо спланировали, наши планы не могут с его планами сравниться. Бог продолжает говорить о планах и деталях, которые умышляет человек. И он говорит, что человеческие планы самоцентричны. И они просто самонаправлены, они все обращаются вокруг себя. И поэтому идол фигура похожа на человека. Потому что идол отображает плодскую природу человека. И так же идол отражает всю эту бесцельность наших планов. И что он говорит в восемнадцатом стихе? Конец семнадцатого стиха молится Богу и говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Но он говорит, что они не понимают, потому что закрыты их глаза. И их сердца, чтобы не разумели. Что это значит? Что последствия этого поклонства приведут к тому, что у нас не будет понимания. Видите, последствия этого поклонства — это разрушение нашего понимания, способности понять что-то. И даже забирает нашу способность как-то обрабатывать истину. Поэтому в двадцатом стихе он говорит, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей. Обман приведет к духовной смерти. Мы видим, что это сердце отца, который достигает своих детей. В двадцать первом стихе. Помни это, Яков, и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой. Ты, Израиль, не забывай меня. Мы видим, как любящий отец умоляет своих детей. Он пытается сделать такое, чтобы ребенок научился на своих ошибках. И в двадцать втором стихе он говорит, «Изглажу беззаконие твое, как туман, и грехи твое, как облако». «Обратитесь ко мне, ибо я искупил тебя». Он говорит, «Тожествуйте небеса, ибо Господь садил это. Шумите от радости горы». Бог хочет, чтобы мы знали, что всем нам Он дает предназначение и судьбу. Всем нам Он дает таланты и дары. Поэтому Он хочет получить прибыль от своих инвестиций. Он хочет, чтобы мы возвратились к Нему и принесли хороший плод. Он хочет, чтобы мы завершили работу, которую Он начал в нас. И Он хочет, чтобы мы завершили цели, которые Он для нас приготовил. И поэтому в двадцать четвертом стихе он говорит, «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все, один распростил небеса». «Только Он один распростирает землю, небеса». «Бог делает ничтожными знамениям уже пророков, волшебников, мудрецов». И все, что делает Бог, настолько великое, что все эти идолополковники будут изумляться Его делам. «Все язычники, все те, кто не верят, они будут посрамлены». «Они будут изумляться, удивляться». Поэтому в двадцать пятом стихе сказано, «Он делает ничтожными знамениям уже пророков, обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знания их делают глупостью». «Их знания становятся глупостью». «Который утверждает слово раба своего и приводит в восполнение озречения своих посланников». «И благая вещь, которую передает нам Бог, который дает Бог Иерусалиму и Одессе. «Ты будешь населен, и вашим городам вы будете построены». «И разваленное Его восстановлю». Двадцать шестой стих. «И он иссушит реки». И в двадцать восьмом стихе он говорит, «Который говорит о Кире, «Пастырь Мой, он исполнит всю волю Мою». «И скажет Иерусалиму, «Ты будешь построен, и храму ты будешь основан». «И он говорит Кире в будущем, что Кире позволит Божьему народу восстановить город». «И мы знаем, что это слово исполнилось». «Кире освободил евреев, как об этом говорят Езра и Негемия, чтобы восстановить стены». «Ах, но есть еще более великий, чем Кир». «Потому что Кир — это просто человеческий царь». «И придет еще величественный царь, Мессия». «И это же мы видим в 45-й главе». «Инструмент Божьего искупления, орудие Божьего искупления». «И давайте будем смотреть не только на Кира». «Есть ли еще другие люди, которых может Бог использовать?» «Или же другие начальники на работах, которых Бог может использовать?» «И есть ли люди, которых Бог использовал для благословения своих людей?» «Нам нужно очень внимательно наблюдать и смотреть в оба каких людей Бог может использовать для благословения». «И давайте посмотрим на то, что говорится о Кире». «И у Бога был план давным-давно». «Так говорит Господь по мазнику своему Киру. Я держу тебя за правую руку». «Бог призывает Кира покорить народы и снять полоса с чесла царей». «Чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись». «А с кем Равина отождествляет этого Кира?» «Некоторые думают, что Кир — это тот реальный исторический Кир, который освободил Израиль от Вавилона». «То есть Кир открыл ворота для Израильского народа, чтобы тот возвратился в обетованную землю». «А другие видят в этом только тень грядущего царя». «И этот великий царь будет Мессия, который даст постоянное восстановление». «И он даст постоянное избавление». «И именно он пойдет вперед и выровняет всю дорогу впереди». «И он сломает запоры железные. Второй стих». «А многие из нас есть эти запоры железные, духовная тюрьма, которая держит нас». «Запоры железные, задвижки, которые держат нас от Божьих обетований». «И Бог хочет, чтобы мы надеялись на то, что у него есть решение, и он даст избавление». «И мы увидим больше подробностей в Божьем плане». «И в следующих секциях».